Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас традиционные ответы на вопросы. Сегодня 1 апреля и хочу перед тем, как начать разговор, всех поздравить с этим веселым праздником. Это вроде и праздник, и не праздник, но так уж повелось, что 1 апреля мы шутим, улыбаемся, какие-то делаем. Ну, веселое настроение. Я вот в Одноклассниках уже написала, что желаю сохранить вам такое приподнятое веселое настроение на весь сезон, на целый год, потому что нам, огородникам, как ни комучество юмора, очень нужно. Оно выручает нас в трудные минуты, когда вот капризы природы иногда нам преподносят такие неприятности, злые вредители, насекомые. Когда воспринимаешь все с улыбкой и с шутками, конечно, все это проходит не так безболезненно. Нервную систему надо беречь, будем больше улыбаться. Вот я 2 дня не была в сети здесь, ни на канале, нигде. Внука привозили. Он сейчас такой активный возраст, 3 года. При нем нельзя ни в компьютер сесть открыть, ни что делать. Только его сторожу, чтобы он мои саженцы не повыдергивал, случайно не уронил. И сегодняшние ответы на вопросы, скорее всего, будут в двух частях, потому что очень много вопросов. Вот про огурцы. Сейчас тоже эта тема злободневная. Вот к видео огурец на балконе пишут, ой, пути. Пишут, Гульнара пишет, вы высаживаете в неотапливаемую теплицу. Вот именно самый-самый первый, который вот этот ранний, да, он в неотапливаемой теплице, но первое время я их просто туда выношу, а потом на ночь заношу, так же, как томаты. Потому что высаживать огурцы у нас до высаживания в сибирском регионе я живу очень далеко. И первое время я с ними нянькаюсь. Это, конечно, не массовый посев, а это так, вот несколько штук для души, для того же внука. Очень любит огурцы. Он увидит в магазине огурцы, прямо у него глаза такие делают, огурец, огурец. Вот будем выращивать ему огурец. Наталья Воростян спрашивает, как вы используете суперфасад при высадке? Я вот обмолвилась в одном из видео, что я подкормки не делаю в рассаде, а фосфором, как насыщая грунт при высадке. Но я делаю так, вот в прошлом году я делала так. В одну теплицу при посадке я добавляла рыбную муку, то есть фосфор там, а в другую суперфосфат. Делаю по ложке, неполная столовая ложка в лунку. Вот сейчас я уже готовлю лунку, неполную столовую ложку суперфосфата. Все это перемешиваю с перегноем, с грунтом, который там в теплице. Поливаю водичкой. Все, потом туда будут высаживаться томаты. Вот опять Наталья Коцаренко спрашивает. Я говорю, что я вот на такие ответы индивидуальную консультацию, я, конечно, не даю, потому что я не знаю условия выращивания. Пишет, на первых листочках помидоров появились маленькие пятнышки желтоватого цвета. Что это может быть? Я не знаю, что у вас может быть. Так, хоть и, конечно, не очень культурно отвечать, но я действительно не знаю, какие условия, от чего. Может, у вас там солнечный ожог, может, вы куда-то выставляли, может, вы чем-то опрыскивали, может, что-то в грунте. Это вот бесполезная трата времени. Кто-то пишет, желтеют, кто-то пишет, скручиваются. Это все, если рассада хорошая была изначально, а потом начинает это появляться, это все от нашего ухода. Значит, что-то мы сделали не так. Что вы сделали, я не знаю. Я могу сказать только про свою рассаду. Вот я говорила, у меня скручиваются, например, листики. Это от сухого воздуха было. Вот печку, когда топили, печку натопим. Жарко, даже душно у нас. Листья начинают крутиться у рассады. Им недостаточно влажности воздуха. Все потом проходит, когда высаживаем в открытый грунт или в теплицу. Листья новые нарастают, хорошие они расправляются. Старые эти мы все равно удаляем. Так, Лена Бубнова пишет очень важное видео. Это про пикировку. Распикировала много перца, поставили в теплицу. Солнечных дней не ожидали, вышло солнце, много ожогов появилось. Да, перец, он очень долго адаптируется на солнце. У него быстрее, чем, чаще, чем у томатов, солнечные ожоги. И если его, например, с комнатных условий выставить в теплицу и солнечный день, это обязательно будут или ожоги, или будет вялый лист. С перцем нужно осторожнее. Я всегда на нижний ярус ставлю под томатами, там, где разреженный солнечный свет. Так, ну вот про посевы капусты. В баню можно ли посеять, поставить на окно? Конечно, баня это то же самое, что неотапливаемая теплица. Если посеять в лоток капусту, полить, накрыть пленочкой, поставить на окно в неотапливаемую баню, то там она взойдет, и потом ее на солнышко. Вот пишет Ольга Лесько, ну, если бы она, это не нынешний видеоролик, если бы она участвовала в обсуждениях в прошлом году, она бы не задавала, что Настенька, может, на вкусы хорошие, на каждом помидорке вижу трещины, может, от росы или от дождей, или сортовая особенность. Я в прошлом году объясняла, что я выращиваю томаты для получения семян, и я их рано не срываю, они у меня дозревают на кусту, они уже такие вот, если вы видите там трещины, значит, я их уже снимаю в этот день, и когда вы сами знаете, что томат, он же живой, он если долго висит, вот он поспел, а я его не снимаю, он дальше висит. Также я провожу полив, все, и томат переспелый, он однозначно когда-нибудь, он у нас лопнет, треснет, все. Мне, я его для этого и держу, чтобы он был окончательно спелый. Как он лопнул, я вижу, что он уже готов, все. Так, несколько сроков. Ну, тут про бумажные стаканчики Ольга Козлова пишет, разочаровалась, что мошки появились, стали желтеть, опадать листья в помидор. Ну, вот я бумажная, я ни огурца, ни томата в бумажные стаканчики не делаю, я для них делаю полиэтиленовые, бумажные я делаю, я высаживала всегда, когда размножать цветы, вот цветы, например, черенкованием или что-то, я их делаю, ставлю плотно друг к другу, и они получаются сплошным вот таким вот пластом, просто бумажный стаканчик, почему, для чего удобно. Я потом беру, и каждый отделяется, вот этот земляной ком, прослойка стаканчика. Ну, вы сейчас не поймете, я долго рассказывать. И вот там, где они друг к другу вплотную, там никаких мошек не заводится, потому что туда нету доступа к этим, к бумаге. А она служит как бы ограничителем вот этого земляного кома. И когда я вот делаю черенки, раз-раз-раз туда насадила, они там укореняются, укоренились, я их начинаю брать, и я уже, это, корневая система, именно вот в этом стаканчике, он хорошо отделяется бумажный. А для огурцов, для томатов я не делаю, потому что у них длительный период выращивания в рассаде, и за это время могут размокнуть стаканчики. Тут полиэтилен. Ну, вот пишет про ранние посевы, Надя, что я спасаюсь только марганцовкой, но это о том, что поливать розовым раствором. Ну, вот про эти, про стаканчики, что одна зрительница посоветовала обрезать кольца, и больше влезет в ящик. Но я, и Елена Ушкина пишет, что я бы не советовала в таком возрасте загущать, ну, то есть, можем получить обратный эффект. И многие видели, что я, когда стаканчики вот эти выставляю в ящик, я через один, у меня там стоят пустые стаканчики с землей, просто без рассады, только для того, чтобы разрядить вот эти вот, чтобы им было побольше места, чтобы они не вытягивались. Много лет, вот когда, я уже все это, конечно, с опытом приходит, когда наставишь вот эти стаканчики густо, а если еще кольца обрезать, их еще больше туда влезет, и буквально они через неделю, им будет места мало, и солнца мало, они начнут вытягиваться. Я знаю, что можно впихать, если обрезать, но я никогда так не делаю, и наоборот, дополняю еще стаканчиками, чтобы расширить их. Ой, вот опять про эту, где я посоветовала не выбрасывать вытянувшуюся тонкую рассаду. Каждый день какой-нибудь критик обязательно пишет. Ну и ну, как можно до такого довести рассаду? А еще канал огородный ведут. Ну, люди, хозяйку выпороть однозначно. Что еще сделать? Хочется, но это... Дело в том, что... А еще канал огородный ведут. Но если я веду огородный канал, я, значит, что не человек, я не могу забыть. Я вот рассказывала, что посеяла, и внука привезли как раз на выходные. Я убрала на антре соли, подальше, чтобы он не опрокинул, чтобы он не выбросил. Но он меня потом закрутил, и я забыла про этот ящик. Они там и взошли, и выросли. Через неделю я их только нашла. Но по-вашему, было бы лучше, если бы я это все спрятала и сказала, а нет, у меня такого не бывает. У меня все как в сказке, всегда все растет хорошо. Я же не человек, я робот, я ничего не забываю. Такие комментарии вообще интересны. Но если введу огородный канал, значит все. Я или какая-то там супер-женщина идеальная, или я врушей должна быть. Вот одно из двух. Но получилось так, да, забыла про рассаду, вытянулась она. Но я ее всю исправила, и она у меня еще хорошо плодоносила. Так, вот пишет, Елена Часовских спрашивает, сажаете лук под зиму на головку или на зелень? На головку, конечно. Будет хорошая головка. И в позапрошлом году я прям все показывала, как я рыхлила, какая головка. И вот там, где у меня луковые косы там на мне висят, как раз вот этот лук под зимой посадки. И кармен там красный, еще какой-то, Red Baron. Очень нравятся мне посадки, которые под зиму. Мне кажется, они удобнее. Вот Боб пишет, когда нужно нижние листки обрывать, нижние листики. Но это зависит, их можно и не обрывать. Смотрите, если у вас разреженные посадки, ну пусть они нижние листики остаются. Опять же, если вы не будете при высадке заглублять, их можно вообще не убирать. Это же все индивидуально. У меня вот здесь вот нижние листики вот на этом фото убраны, потому что вы видите, они как часто-часто-часто посажены, а они все равно, им солнца не хватает, они все равно пожелтели бы и опали. И я их убираю, потому что я знаю, что я потом буду заглублять, и это место я буду под землю закапывать. Вот пишет Лариса, спасибо за ответ, буду бутоны на перцах сохранять. Но это про то, нужно высчитывать бутон или нет. Светлана Гаврилова пишет, здравствуйте, вопрос не по теме, скажите, на каком расстоянии вы сажаете томаты в тоннеле? Все это есть видео, есть зимние видео, есть прошлогодние видео, ищите, пожалуйста, я вот в режиме вопроса на ответ и не буду про это, про схемы высадки говорить, потому что я еще этим сейчас не занимаюсь, и тем более, весь этот материал есть. Массовое выращивание рассады, плейлист, там про томаты, про тоннели, все-все-все, про сорта, про схему посадки. Так, а вот лилия, которую как раз хочу подсказать, посоветовала обрезать, хочу подсказать совет, который на других каналах подчеркнула, мне пригодилось. Если вверху стаканчиков обрезать, то в ящик гораздо больше их влезет, на объем земли это не влияет. Но я уже рассказала, что загущать их чревато тем, что они начнут вытягиваться, будут тоненькие. Я наоборот их расширяю. Так, тут вот опять про это, про колорадских жуков. Неправда, яд никогда не вымывается, картошка вся впитывается. Ну, многие картофель еще и в магазине покупают, полностью обработанные, есть люди, живут и до 70, до 80 лет, значит на нас этот яд не действует. Люди неистребимы. Нас кормят этим ядом везде, и в колбасах, и в крупах, везде все есть это. Не надо сильно тоже людей пугать, что мы едим яд. Лучше всем советую, бросайте пить и курить, от этого люди умирают чаще. Так, Таня Иванова пишет, ставила бы лайки без конца. Хорошо, что коротко, это про огурцы драть, для раннего урожая. Я вообще говорю, да, надо, наверное, вот я посадила, вырос, все, получила урожай. Самый короткий ролик. Так, первый раз посеяла сибирскую тройку, высаживать в огород, в открытый грунт, нужно ли эти томаты посынковать. Опять же, в прошлом году, когда был сезон, я все рассказывала, можно выращивать частичным посынкованием, то есть до первой кисти мы обрываем листики, можно для укропнения урожая оставлять, например, два ствола, и в обычном режиме выращивать. Можно вообще ничего не делать, оно тоже растет. Это зависит от вас, от вашей густоты посадки, от того, какие хотите вы получить томаты. Все это я рассказывала, сидя у этого куста, у томата. Сейчас вот так голословно, это надо вам все три схемы формирования куста рассказывать. Конечно, я не буду, сейчас не время. Я вот, когда у меня в огороде они есть готовые, я все подхожу и рассказываю, что вот этот я вот так делаю, этот я вот так. Но я сразу скажу, что у Петруши Огородника, у Сибирской Тройки, и у всех, и у Настеньки, и у Демидова, есть несколько вариантов формирования куста. Это зависит от вашего времени свободного, сколько у вас есть. Если есть время все это делать, можете дать частичное посынкование, но эти томаты удобны тем, что можно с ними ничего не делать. Я вот просто иногда привязываю колышку, он стоит, сколько вырастет стволов, столько и вырастет, сколько будет кистей, столько и будет все, сколько успеет вызреть. В прошлом году Петрушу Огородника очень наглядно показывала, я сколько он может, и пять стволов, я не убираю, и на всех на них томаты, и они не мельчают. Вот опять листочки стали скручиваться. Очень много однотипных вот этих комментариев, это Елена пишет. Листики наклонилась, листики наклонилась, почва влажная, как спасти? Но если почва влажная, попробуйте поливать какое-то время, а листики скручиваются, можно чем-то с опрыскиванием сделать, эффектоном, например, эпином. Что я могу сказать? Я не знаю, от чего листики, я вот знаю, от чего у меня листики скручиваются. Сейчас печку перестали топить, перестали листики скручиваться, а стали в теплицу, стала их выносить, листья вообще все расправились, стали здоровы. Естественно, что нашим нужно растениям? Нужно естественное условие, нужно солнышко, нужно, чтобы не было сильной жары, вот томатом, например, чтобы духоты главное не было, вот этой сухости не было. Когда их начинаешь или на улицу, или в теплицу выносить, они все как выправляются, все их недостатки, на которые вот мы сейчас сетуем, то скручиваются, то еще что, все у них проходит. Так, вот пишутся, хотелось бы заказать семена, про семена сейчас даже разговоров нет, все убрано, запаковано, семена только с 1 августа, сейчас только выращивание посевы. Вот про гайлардию пишут, не знаю почему, пишут, ростки очень нежные, ломаются, вырастить из семян сложно. У меня гайлардия, вообще даже с самосевом, я рассказывала в позапрошлом году, что ее можно вот так посеять под зиму, она весной взойдет и все, у меня она иногда сама опадает, и сама сеется, мне кажется, очень просто, не знаю, как сложно, ростки очень нежные, ломаются, вы их не трогайте, они пусть растут до полувзрослого состояния, там, где их посеяли, не надо их, ну, лишний раз требушить. Так, вот и Лена пишет, здравствуйте, в этом году при высадке томатов решила посадить по два корня в одну лунку, в настоящее время в молочных пакетах в 0,9 сядет по два корня, в некоторых пакетах рассада одного размера, в других одна намного больше, другая меньше, наверное, одно растение угнетает другое. Вот про это я и говорю, смотрите, Лена, я никогда их сразу вместе не выращиваю, я хотела только что снять видеоролик на тему, когда все-таки их соединять, в стакане, потом дальше в пакете, или потом в открытом грунте. Я, который высаживаю по два в одну лунку, я всегда их выращиваю, каждого в индивидуальном стакане, и потом, вот то, о чем вы говорите, потому что одно растение обязательно будет больше, другое меньше, и потом я их отсортировываю, выбираю, которые большие, высаживаю вместе, если не хватает, можно потом и малышей вместе в одну лунку посадить, но когда одно большое, другое маленькое, чтобы так не получилось, я их не соединяю. В прошлом году соединяла впервые только те, которые были в пятилитровых баклушах, потому что это было для суперраннего урожая, но у меня было всего 5, по-моему, баклуш, и в этом году буду соединять только те, которые хочу в пятилитровых ведерках вырастить, тоже для суперраннего урожая, но они уже будут к этому времени большие, и будут видно, вот какие больше выросли, какие меньше. Сейчас я пикирую рассаду, и то она разная, какая-то слабая, какая-то здоровая. Я их заранее не соединяю, потому что, да, это неудобно, можно столкнуться с тем, что она будет разномастная. Так, вот про дыньку, что вырастили дыньку, но съесть не успели, свекровь срезала раньше времени, пока в отпуске были. Так, вот про теплицы, ширина теплицы 3 метра, сколько делать грядок для томатов, две широкие грядки и томаты в два ряда, или три узкие в один ряд. Я не знаю, я вот по схемам посадок тоже не могу никому дать совет, у меня всегда одна и та же схема, у меня в центре дорога, вот эта, и по краям вот эти две широкие грядки, по которым еще маленькая дорожка. Сейчас я буду уже показывать, но я уже в том году показывала, я не делаю ни посредине грядку, спрашивают, почему именно у меня такая всегда схема, но это все зависит, пошло уже давно, и зависит от того, что мне по центральной дорожке удобнее было все годы таскать шланг, я же шлангом поливаю, если бы у меня посредине была вот эта одна центральная грядка, и вот заходим с этим шлангом, и приходилось бы ее обворачивать с той или с другой стороны, а тут у меня напрямую, я зашла, шланг льется, вода из него, я захожу, тяну его за собой, я его направо, налево, направо, налево, все это сделано для удобства, вы делаете как вам удобно, смотря какой у вас полив, у меня вот все теплицы, что перцы, потому что у нас капельного полива никогда и не было, его в продаже-то он появился не так давно, и теперь хотя капельный полив, но я уже привыкла, что я дверь открываю, у меня вот она просторная, вот эта дорога, по которой я хожу, заношу там все, что нужно, ведра выношу, и никаких других схем я не знаю, поэтому я вам плохой советчик, как три грядки делать, ни разу не было. Вот про фитолампу еще, отголоски того видеоролика, что купила за 1800, и светодиодная за 700, разница нет, вот про что мы и говорили. Пишет Муся Марина, когда в тоннелях выращивать будете, при какой температуре, буду сажать с вами. В тоннелях я обычно высаживаю со средины апреля, например, 15-18 и до 25-го, но в прошлом году у нас, это же все корректирует погода, в прошлом году на этот период у нас был мороз и снегопад, и я сместила на две недели, но неудобно, все-таки буду стараться нынче как-то влепить вот в эту дату, в средину апреля, потому что в лотке они так не растут, и вот те две недели, которые они просидели в лотке, мы упустили. Если бы я высадила их в тоннели, даже при холоде, при такой плохой, при пониженных температурах, они бы там были лучше и крепче, и толще. В лотке, конечно, они же загущены у меня, я шпикирую сразу туда в грунт. Вот ориентируйтесь на средину апреля, примерно на 15-е апреля, а там будем смотреть по погоде. Так, лишняя напрасная работа, что убираются миндоли, помидоры не загнивают в земле, хоть посади их по самый верхний лист. Но это, я всегда говорю, делайте как хотите, хоть убирайте, хоть не убирайте, но почему-то все при заглублении, вот эти даже настоящие листья, которые попадают в землю, почему-то все их убирают. Можно, конечно, и вместе с листьями закопать, это ваше дело. Тут каждый себе хозяин на своем огороде, я делаю так, как мне удобно, как я считаю нужным. Вот про гном написано, значит не зря посеяла, удачно все зашли до единого. Это хорошо, когда все всходят. Ну вот, мама Женя пишет, руки чешутся, теплица стоит, завтра пойду посею салат редиску. Я тоже буду теперь сеять еще. Дмитрий Темнов, я только с теплицы, перекоп удобрения на нынешний сезон, приятно смотреть в очередной раз трудолюбие, теплый разговор на горячее теме весеннего посева. Снимаю дачную шляпу. Нам тоже очень приятно, что есть вот такие мужчины, у нас вот есть Евгений, хорошие комментарии, такие теплые. Вот теперь Дмитрий Темнов, но иногда я заметила почему-то все вот такие негативные комментарии, вот меня и удивляют такие теплые комментарии мужские, потому что почти все негативные комментарии почему-то пишут мужчины. То ли они как-то недовольны, что у них женщины-огородницы взяли пальму первенства, они же хотят, наверное, везде быть первыми. Но вот у нас есть Евгений Кичев, который очень грамотный комментарий, помогает нашим вот этим вот членам нашего сообщества. Вот Дмитрий приятно удивил, что такой добрый, теплый комментарий. Мы тоже рады, что вы пришли и вам наш теплый разговор понравился. Иногда такого почитаешь от мужчин вообще. Удалилась сегодня одного, хоть я и не сторонница удалять, но когда пишет мужчина в таком неуважительном тоне, пишет, баба, меньше болтай, ну это вообще, я считаю, что такого мужчины среди нас, женщины, вообще не должно быть. Это изначально неуважение просто к женщине, а потом уже неуважение к хозяину канала, как мне. Я таких не хочу, мужчин. Так, мужчины так себя ведут, что приятный комментарий делается для нас прям удивлением таким приятным. Анна Касаткина. Думаю, у всех фирм одно название, разное. Это вот про сорта, что есть же всякие одно и то же название, разные томаты, или наоборот. Вот, разные названия, один и тот же томат. Вот Анастеньке. Вот и все Анастеньке. Какой вы фирмой пользуетесь? Ну я уже говорила неоднократно, я никакой фирмой не пользуюсь. У меня свои семена. Насмотревшись ваше видео, купила демидов, но фирма другая и разное описание. Вот теперь буду ждать, что вырастет. Все спрашивают, какую вы фирму предпочитаете, какой фирмой семена сеете. Ну неужели непонятно, зайдя на мой канал, что я у меня тут про заготовку семян, про продажу семян. Ясно, что у меня своя собственная фирма. Я только свои семена сею, стараюсь. Ну на развод, конечно, беру. А когда беру на развод, мне все равно, какой фирме. Пишет Людмила Солдатенко в Карелии. Снега столько, что не подступится. Не могу купить семена этого томата. Будет простелившийся монгольский. Кто подскажет, где купить Новосибирский? К сожалению, монгольский карлик, он почему-то нет его в торговле в магазинах. Мне тоже прислали люди добрые. У нас вообще он не продается. И он продается только вот на этих сайтах, которые высылают почтой. И там 80-100 рублей пакетик. Очень дорого. Но хотя сорт обыкновенный, я вот в прошлом году высаживала, выращивала. Я показывала, что ничего такого сверхъестественного в нем нет. Но, конечно, интересный сорт, что его не надо ни подвязывать, ни посынковать. Он расползается по всей земле. Но для него нужно много места. Вот с моим маленьким участком, я не знаю, я бы его побольше насадила. Но он требует много земли. И вот еще на этом я закончу. Еще один очень странный комментарий. Пишет Зинаида Кармась про арбузы. Выращивать арбузы в Сибири. Если садите по три растения, куда столько семян храните? Вот так и хочется у Зинаида спросить. Да какое вам дело, сколько у меня семян? Но я беру в себя в руки и отвечаю. Зинаида, я выращиваю рассаду арбузов, дынь, огурцов. Если бы вы поинтересовались, там дальше походили бы по каналу, вы бы увидели, что я занимаюсь выращиванием рассады. Поэтому у меня столько семян. Но зачем вам эта информация? Я не пойму, какая разница, сколько у меня семян хранится. Если у меня полные мешочки семян лежат, значит я нахожу им применение. Значит зачем-то я их собираю. Больше спросить, наверное, нечего. Вот зачем эта информация человеку? Сколько у меня хранится семян? У меня килограммы семян. Я весной активно занимаюсь выращиванием рассады. У меня и огурцы, и дыни, и арбузы. Все это хранится килограммами. Так, вот опять про эту картошку. Николай Ермулин. Бред. Ну это, я говорю, мужчины так только пишут. Бред. Вообще бред, если вот так взяться, разобраться. Бред это симптом заболевания психического. Когда человек бредит, когда у него там какие-то галлюцинации. Это значит, что человек считает меня ненормальной. Если почва здоровая, ничем не зараженная, никакой химообработки нежелательно. Где он, интересно, я вот живу в городе, где он нашел, может, где я могу найти незараженную такую, какую-то здоровую почву. У нас химические предприятия всю жизнь здесь были. У нас какие-то вечно осадки, у нас кислотные дожди. И, конечно, я не знаю, какой незараженной почвой, а от чего незараженной. Что он тут плохого нашел в ролике про картошку. Я не знаю, не объясняет. Вот про семидоли. Спасибо за разъяснение. Подсказка знающего человека, да еще бескорыстно. Дорого стоит. Ну и тут, какая температура нужна томатам после пикировки? Еще раз спрашивает она же. Ну вот смотрите, какая может быть температура после пикировки? Если у меня они стоят на стеллаже в комнатных условиях, они и до пикировки здесь же у меня стоят. Потом я их распикировала, и здесь же на этот же стеллаж я ставлю. Я никак не могу изменить им температуру, потому что температура нашего дома, это и есть. И до пикировки, и после пикировки, и также в квартирах. Ну какая температура у вас в квартире на данный момент будет, та и будет температура после пикировки. Я даже смысла вопроса не поняла. Как можно искусственно как-то изменить температуру, если они у меня стоят на одном стеллаже? Ничего особенного. Может быть вы думаете, что им какие-то условия нужны. Единственное, что после пикировки, ну не выставлять, конечно, их на солнце пек. Это ясно, что. Ну вот они у меня стоят под лампами, под искусственными. Они и до этого тут стояли, и после этого я их поставила. И в течение недели я их не выношу на солнце. Все, никаких условий. Томаты, они, я еще раз говорю, они очень живучие. Не нужно им чего-то специальное создавать. Все, до свидания. Следующие вопросы буду сейчас во второй части отвечать, потому что по времени видеоролик уже большой.